49-й меняет схему движения. Теперь маршрут автобуса проходит через Рязань-1 по улице Вокзальной, минуя площадь Победы. И это главная новость для всех пассажиров. Изменение схемы его движения – это часть программы по улучшению транспортной доступности района железнодорожного вокзала Рязань-1 и прилегающего активно застраиваемого микрорайона города. Ранее в этих целях был у нас изменен маршрут автобуса номер 10 и путь следования автобуса, троллейбуса номер 2. Многие горожане уже заметили изменения. Тем, кто живет на улице Вокзальной, они пришлись по душе. Большое спасибо управлению транспорта за то, что здесь теперь ходит 49-я маршрутка. С 2017 года мы живем в соседних домах. Мы просили какой-то транспорт нам запустить. Очень много пенсионеров, ветеран. Я сама как председатель первичной организации при железнодорожном совете ветеранов обращалась к Сергею Сергеевичу Рогову. В то время управлял транспортом. Но говорил о том, что договор на 5 лет заключен не ранее 22-го года. Спасибо большое, что наступил 22-й год. Десятый ходит, второй троллейбус восстановили, 49-й ходит. Всем водителям слова признательности и благодарности. Пользователи общественного транспорта говорят, что теперь комфортнее стало и пассажирам поездов, приезжающих на станцию Рязань-1. А пассажиропоток здесь вполне серьезный, даже в пандемию. Гости нашего города, сами рязанцы. И для того, чтобы им было максимально удобнее, они должны выйти из вокзала и проследовать для своего места следования. Действительно, раньше после прибытия поезда многим людям приходилось идти до Площади Победы, чтобы сесть на автобус. Это не очень удобно при наличии крупногабаритных сумок и чемоданов. С появлением 49-й маршрутки на вокзальной улице многие люди смогут добраться с остановки Рязань-1 прямо до своего дома. А некоторые, хоть и с пересадками, но в полном комфорте доедут до любой точки города. Проблема транспортного обслуживания железнодорожного вокзала Рязань-1 сложилась давно и решение ее было одной из основных задач управления транспортом. На сегодняшний день 49-й маршрут один из первых туда запущен. В дальнейшем мы рассматриваем вопрос соединения Московского шоссе с железнодорожным вокзалом Рязань-1. И сейчас прорабатывается вопрос, какой маршрут это будет. В настоящее время на 49-м маршруте 20 автобусов. Интервалы движения на линиях удалось сохранить за счет сокращения межрейсовых отстоев. Ввиду увеличения протяженности маршрута мы сохранили интервал это в течение 10 минут. Мы ждем своих пассажиров и будем работать добросовестно на этом маршруте. К слову, теперь горожане могут в реальном времени отследить местонахождение того или иного автобуса на сайте регионбаз62.ру или в приложении «Умный транспорт», который можно установить на мобильное устройство. Там же указаны и низкопольные автобусы, которые оборудованы специально для проезда маломобильных граждан. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».